Привет, с вами Каска. В этом ролике я тебе расскажу о такой программе по типу диспетчера задач, только в разы функциональней, с помощью которой можно контролировать все свои процессы. Ты можешь настроить и оптимизировать каждое приложение под себя и свои нужды, задать необходимый приоритет, питание, количество ядер, а также включить или отключить SMT Control или тот же гипертрейдинг, что очень удобно для тестов в различных играх, будь то онлайн или одиночные. К вашему вниманию, процесс Лассо. Ты знаешь, что такое калибр? Не-не-не, не то, что у тебя в штанах, а в разы больше. Калибр это бесплатный онлайн-шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как ПВЕ миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс, так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Первое, что нам нужно сделать, это скачать сам процесс лассо, желательно с официального сайта. Открываем наш браузер, пишем процесс лассо и первый сайт, это у нас bitsam.com. Тут нас встречают две версии. Про-версия, она платная, конечно же, и бесплатная. Мы же нажимаем download free. Как процесс лассо у тебя скачается, делаешь быстренькую установочку. Там просто нажимаешь далее, далее, установить. Да-да, окей. У нас на рабочем столе появляется ярлык с процесс лассо. Мы его открываем. И тут нас встречает что-то по типу диспетчера задач. Только в разы функциональней. Настроек здесь и правда много, но что мне нравится в ней самое большее? То, что ты можешь настроить под себя абсолютно всю систему. То есть каждое приложение, ты можешь задать ей приоритет, на каких ядрах она будет работать и так далее. Начнем с самого главного. Нажимаем file, config profile, и у тебя будет сразу первый профиль, это my first profile. Его ты сразу вставляешь по дефолту, вдруг чего там откатиться и так далее. Мы же нажимаем create config profile и пишем, допустим, игровой, то есть для игр. Убеждаемся, что профиль у нас действительно выбрался. И теперь можем делать в этой программке с нашей системой все, что мы хотим. Я покажу лишь те способы, которые лично я использую. Нажимаем главное, здесь нас встречает это ProBalance. Что это такое, зачем оно нужно и что с ним делать. Если интересно более подробно, я оставлю ссылочку на всю документацию, связанную с процессом голоса, допустим, у нас здесь есть ProBalance. Мы откроем ссылочку и читаем, что именно она делает. То есть кому будет интересно, можете ознакомиться. Если кратко, ProBalance это контроль всех твоих активных и фоновых приложений. Якобы там используются какие-то умные технологии, которые контролируют твою систему, так как надо. То есть для активных приложений максимальная нагрузка. Для тех приложений, которые не используются, идет более минимальная нагрузка. Ну как-то так. SmartRim это связано с твоей оперативной памятью. То есть тоже умная память. Если у тебя забивается, допустим, на 70%, тогда SmartRim разгружает остальные фоновые приложения, для того, чтобы активное твое приложение работало тоже так как надо. Мы ставим галочку на ProBalance, ставим галочку на SmartRim. Ну и сейвер я этот не включаю. И плюс ставим галочку на производительный режим. То есть у нас стоят всего лишь 4 галочки. Настроить, допустим, ProBalance, либо SmartRim, ты можешь под себя. Переходим на вкладку настройки, процессор. Здесь есть у нас ProBalance. И нажимаем расширенные опции. Здесь ты можешь уже более подробно задать, что необходимо делать ProBalance. В данном случае я оставляю все по дефолту. Теперь то, что касается SmartRim. Нажимаем настройки, память, параметры, SmartRim. Здесь мы задаем проверку, допустим, там 10 минут пусть будет. Плюс при действии ставим галочку на усечь рабочие наборы. И ставим, допустим, 80%. И нажимаем ОК. Еще раз повторюсь, я показываю как пример. То есть ставить 80% на свою систему не обязательно. Можешь поставить 70, 75, 90. То есть тут нужна постоянная слежка за своей системой. Теперь нажимаем главное. Активный профиль питания. Если у тебя есть схема питания максимальная производительность, тогда можешь поставить галочку именно на нее. Я же оставляю на Bitsim High Performance. Ну, как пишут, как говорят, что якобы она работает чутка лучше. Поэтому так и оставляю по дефолту. Тут же мы можем настроить запрет сна. У меня он отключен. Я не знаю, кто его включает. Но допустим, можешь его отключить или поставить, как тебе надо. Теперь нажимаем настройки. Общее. Интервал обновления GUI ставим, допустим, 5, либо 10 секунд. И снова нажимаем настройки. Общее и интервал обновления GUI тоже 5, либо 10 секунд. Это мы делаем для того, чтобы у нас меньше нагружалась система. То есть не так быстро прыгали циферки и так далее. С настройками мы плюс-минус закончили. И начинается самое интересное. Это уже, так сказать, оптимизация всех приложений под твою систему. Или под твои нужды. Запустим для наглядного примера. Дискорд. Кто-то еще слушает музыку во время игр. Мы, допустим, ставим класс приоритета сразу на высокий. Приложения, которые ты не знаешь, допустим, dvm.exe, их пропускай, не трогай. То, что связано с видеокартой, тоже можешь пропускать. А вот Дискорд у нас приоритет выше среднего. В принципе, я считаю это не обязательно. Мы нажимаем ПКМ, приоритет ЦП. Сначала поставим текущий и допустим средний. Сейчас скажу одну инфу, что тут нужно проверять все только на своей системе. Если работать, допустим, у меня на среднем хорошо, то у тебя может работать плохо. Тормозить, зависать и так далее. То есть проверяешь. Поэтому мы ставим сначала текущий, средний. Играешь, смотришь там минут 20-30. Если все хорошо, можешь ставить уже, допустим, ниже среднего. Ставить низкий минимальный я не советую. Ну, по крайней мере для Дискорда. Ставишь, допустим, ниже среднего. Тоже играешь. Если все хорошо. Тогда уже можешь поставить приоритет ЦП всегда и ниже среднего. То есть ты один раз выставишь приоритет ниже среднего. И когда ты запускаешь Дискорд, он будет сразу запускаться в этом приоритете. Далее, соответствие ЦП. То же самое. Текущий и у нас стоят галочки на все наши ядра. Мы же, допустим, для Дискорда можем выбрать отдельные ядра. Нажимаем всегда, выбрать соответствие ЦП. И здесь можем поставить ядра, которые мы хотим, чтобы он использовал. Допустим, только 8, 9, 10 и 11. Нажимаем ОК. Он у нас будет работать прекрасно. То есть ничего не будет тормозить, лагать и так далее. После этого мы ищем Стим. Нажимаем ПКМ. Тоже соответствует ЦП. Всегда. Выбрать соответствие ЦП. Приложение не сильно нагружает нашу систему. То можем поставить тоже на эти ядра. По типу Стим, Дискорд, там еще что-нибудь. Либо же можешь наоборот задать другие ядра. Допустим, там 1, 2, 3 и 4. Ну, по желанию, смотри сам. То есть я тебе даю пищу для размышления. А ты уже сам под себя делаешь настроечку. Потому что программка в некотором роде сложная и требует изучения. Как еще можно сделать? Допустим, на игры ты оставляешь от первого ядра до седьмого. Чисто под игры. А уже под остальные приложения. Допустим, там Стим, Хром. Можешь оставлять там 8, 9, 10, 11. Как тебе угодно. Да, возможно звучит как-то сложно. Но я пытаюсь максимально подробно объяснить. Чтобы поняли все, кто хочет этого понять. Допустим, в Дискорде мы определились. Ставим приоритет всегда и ниже среднего. Соответственно, СП это то же самое. Ты можешь по желанию попробовать там отключить SMT. Но хотя для приложения я не рекомендую это делать. Это уже касается игр. Но тем не менее. Чуть позже я покажу более подробнее. Допустим, тот же самый Спайдермен, который только вышел недавно. Он с отключенным SMT работает слегка лучше. То есть разгружается процессор. А по FPS, по-моему, то же самое. Фризов нет, лагов нет. Но меньше нагрузка на процессор. Кому-то может это пригодиться. А вот в других играх отключение SMT уже работает плохо. То есть, допустим, ты сейчас видишь все на экране. Это Стражи Галактики. Я отключил SMT-шку и у меня появились жуткие фризы. Каждые 2-3 секунды фризы. Потому что не хватает ядер. С SMT тоже стоит искать под каждую игру свои параметры. Далее, приоритет ввода-вывода. Для обычных приложений, которые не касаются игр, я лично приоритет ввода-вывода не трогаю. Оставляю на средний. Конечно, по желанию ты можешь поставить на очень низкий. Я сам это лично не проверял, поэтому не знаю, что и как будет. Обычно я использую чисто для игр. То же самое, как и приоритет памяти. Тоже я использую чисто для игр. Хотя, некоторые приложения можно как раз таки и ограничить память на них. Допустим, поставить медиум, либо низкий. Профиль питания приложения. То же самое. Я обычно пропускаю. Что еще интересного здесь есть? Допустим, ограничитель ЦП. У нас здесь есть описание, можешь его прочитать. Он у нас уменьшает загрузку ЦП, ограничивая набор доступных ядер центрального процессора. То есть, когда наш процессор занят на 70%, наш дискорд пойдет еще ниже по приоритету, для того, чтобы разгрузить наш процессор во время игры. Работает тоже как-то так, и ты можешь задать еще даже и срок, там 200 секунд и так далее. Теперь опускаемся вниз и ищем то, что нам неинтересно. Это, допустим, то же самое с Steam. Можем поставить не выше среднего, а, допустим, средний, либо низкий. То есть, делается таким образом. Приоритет ЦП, текущий и ставим ниже среднего. Далее. ЦП, текущий, ниже среднего. Chrome. То же самое. ЦП, текущий и, допустим, средний. Дискорд. Средний стоит, бустаки стоит. Это пропускаем, дальше пропускаем. Остальные дискордики тоже оставляем на средний. Wallpaper Engine. Можем поставить тоже средний, либо ниже среднего. Steam.exe. Ставим ниже среднего. Далее еще один Steam. Тоже ниже среднего. Наша мышь. Точнее, само приложение на нее. Можно поставить вообще минимальный. Мышки из этого не будут лагать, можешь не переживать. Это само приложение, которое там отвечает за RGB и так далее. Плюс, кстати, вот RGB-шка, да, тоже. Средний, зачем он так работает, не понимаю. Можем поставить на минимальный. Еще один SteelSeries. Ставим минимальный. Здесь у нас много есть приложений. Ну, я думаю, не стоит их трогать. Можешь, конечно, при желании, но смотри сам. Тоже, можете переживать. В основном ничего страшного не будет. Как-то накосячить, но вряд ли тебе получится. Ну, типа, чтобы у тебя был синий экран или комп вообще не включился. Даже если он у тебя перезагрузится, допустим. Я не знаю, что должно произойти, но допустим. Как комп у тебя включится, ты открываешь процесс лассо, дальше файл, config profile и my first profile. То есть он все возвращает на исходную. Античит на Valorant тоже ставим. Текущий и минимальный, чтобы он лишний раз не нагружал нашу систему. iCloud можно настроить. Adobe. Еще Chrome. Масса хрома. Ну и как-то так. У меня приложений не очень много, по крайней мере. Мои все приложения, которые работают в автозагрузке, они все отключены. Многие из них. Как и Discord. Его тоже, я его отключаю. Когда я играю с друзьями, я его запускаю. Но, зная своих кентов и зная многих людей, у них все эти приложения, ком запускается и понеслась. Discord, разные плееры, какая-то музыка, какие-то эффекты, видосы, всякая херня. Chrome, Opera, все что хочешь. Ну, кому-то так нравится. И как раз таки для таких людей процесс лассо это самое то, я так считаю. С этим мы разобрались, да, как настроить приложения. Кстати, под них же мы не забываем настраивать ядра. То есть, выбираем соответствие ЦП и ставим ядра. И нажимаем ОК. Тут же приоритет ввода-вывода ставим текущий и, допустим, очень низкий. Память тоже самая, очень низкая. Я играю в Valorant редко и античит тоже. Пусть мне не мешает для всех моих игр, работ и так далее. Пусть работает на самых минимальных приоритетах. Теперь то, что касается игр. Запускаем, допустим, наш Spider Week. Сейчас я быстренько сделаю настроечку. Теперь сюда Games у меня, это Spider Week. И запускаем его. Сразу ставим на ЦП процент. У нас будет на первом месте. То есть, сейчас я тебе покажу все в прямом эфире. Как оно примерно настраивается. Мы нажимаем продолжить. Надо, кстати, включить, чтобы показывались у нас FPS, загрузка и так далее. Окей, у нас сейчас нагрузка, допустим, на процессор наш где-то 70%, там 65, 70 и так далее. Нажимаем паузу. Открываем процесс лассо. Находим Spider-Man.exe. Нажимаем PGM. Приоритет ЦП. Ставим, допустим, текущий. И поначалу можем поставить на выше среднего. Потому что есть проблемы. Некоторые сайты высокие. Игра может крашнуться, вылететь. С чем это связано? Я не знаю. Либо с процессорами, либо с самой игрой. Но, тем не менее. Чтобы ты просто понимал, ставишь сначала текущий. Допустим, средний, либо выше среднего. Играешь, допустим, минут 30. Если все хорошо. Окей. Сворачиваешься. И, допустим, можешь повысить. Поставить на высокий. Если все отлично, уже ставишь приоритет ЦП. Всегда и высокий. Чтоб один раз сделал настройку и забыл. Мы же ставим выше среднего. Далее ПКМ. Соответствие ЦП текущий. И отключаем СМТ. То есть, сейчас наши ядра будут работать уже не в полную мощь. Точнее, виртуальные наши ядра. Ну, то есть, я думаю, ты видишь. ЦП 2 у нас отключился. Тоже один там что-то пытается. Остальные есть, которые ЦП 4 нагружен. ЦП 6 тоже нагружен. Ну, примерно как-то так. Мы заходим в игру. И у нас уже где-то 50%. 46. Ну, примерно как-то так. По фризам. В этой игре многие пишут, что с СМТ в разы лучше идет игра. Я сам, честно, не тестировал. Не знаю, как оно будет по факту работать. Но именно, так сказать, на долгий период по времени. Процик разгружает. Как вы знаете, Спайдермен, он нагружает очень сильно процессор. А у кого с тобой процик, я думаю, это самое то. Ну, вот стабильно у нас 40%. И я считаю, это очень даже неплохо. Фризов, как ты видишь, по графику не наблюдается. Открываем процесс лассо. Здесь мы можем поставить приоритет ввода-вывода и включить высокий. То же самое и приоритет памяти. Текущий ставим. Ага, у нас стоит максимально. Окей. Профиль питания приложения ставим на Bits and High Performance. Окей. Далее Pkm. И галочка на включение производительного режима. Нажимаем. Окей. Все, галочка стоит. Отлично. Не знаю, будет ли больше FPS-ов или не будет. Но на более слабых системах, я думаю, это будет заметно. Эти же настройки касаются и всех остальных игр. Допустим, там CSGO или Valorant. Особенно онлайн игры. Я считаю, настройка прям необходима. Это касается приоритет ввода-вывода. Приоритет памяти. Ядра. И, конечно же, сам приоритет. Чтобы в первую очередь у нас было меньше задержек, меньше фризов, каких-то редких событий. Собственно, это все те настройки, которые я обычно использую в процесс Лассо. Допустим, для процессоров Ryzen 5, 3000-го поколения и выше, я думаю, таких настроек более чем достаточно. То есть, что-то еще выдумывает там ставить меньше приоритет на фоновые приложения, которые необходимы для твоей системы. Не вижу смысла. Для слабых процессоров ты можешь поколдовать со всеми остальными процессорами и так далее. Благо, настройщик здесь хватает и есть чем заняться. Если вдруг я что-то забыл рассказать, а я уверен, что забыл рассказать, потому что эту программу я не супер хорошо знаю. Но то, что я использую, я показал. Давно еще просили. Если ты в курсе, если ты знаешь больше, чем я, то добро пожаловать в комментарии. Можешь что-то расписать, какие-то функции. В общем, дать дельный совет. Как-то так. Если ролик тебе показался полезным, буду благодарен за большие пальцы вверх и подписку на канал. Как говорится, до скорых встреч.